Здравствуйте, дорогие товарищи! Я люблю фильмы о космосе, моя жена любит романтические комедии. В общем, мы спросили друг друга, хотим ли мы пойти на фильм «Покажи мне луну» или «Fly me to the moon». Мы сказали «Да», и всё случилось. Поначалу, правда, было страшно. Современная крупная американская киноиндустрия имеет некие странные тенденции, которые не всегда компенсируются качеством картины. Подобно тому, как в своё время без обязательного ослабления товарища Сталину не обходилась газетная передовица, так и голливудское кино, особенно после введения определенных, не имеющих отношения к качеству и кинотребований на получение «Оскара», всячески должно поддерживать диверсити и инклюзивити. И да, в фильме мы это и увидели. Главная героиня с лёта сталкивается с патриархальным миром американского бизнеса, её помощница-дизайнер сходу заявляет о своих феминистических взглядах, нам сразу же представляется мужелюбный режиссёр, но... это всё. Обязательная часть закрыта, и из всего этого набора сыграет только то, что главная героиня имеет знакомого режиссёра. Ещё по фильмам будет бегать единственный необязательный афроинженер, странно, что он один такой, но, видимо, радикально Белую Америку в 60-х годах попытались закрыть хоть каким-то фиговым листочком, хотя, если честно, я не почувствовал в фильме настоящие 60-е, а нечто современное в историческом антураже. Возможно, поэтому мне в киношном отношении персонажей к президенту почувствовались параллели Никсон-Трамп, но это не точно. Тут можно порассуждать о том, что кино – это Оруэлловский инструмент редактирования истории, превращение её в подобие нетфликовского сериала, да и вообще, насколько среднестатический человек способен ментально погрузиться в иные обстоятельства и почувствовать нюансы мышления между своим поколением и людьми, жившими 100 лет назад, или живущими 10 тысяч километров в сторону. В принципе, насколько может это сделать голливудская машина по производству фильмов, нацеленных на создание культурно-усреднённого продукта, которым можно будет потреблять по всему миру. Но не суть. Итак, а в чём суть? Значит, после череды пионерских свершений русской космонавтики, спутники, собаки, люди, американцы оказались немного растерянны. Вроде бы и демократия, и капитализм, и небесные суммы тратятся на космос, а вот смотрите, что себе позволяют эти коммунисты. А тут ещё и главного идеолога полёта на Луну, Джона Кеннеди, застрелили, и космонавтов сожгли в чистом кислороде. В общем, какая-то череда невезения. Может, и не нужен этот космос-то? Сплошные расстройства. Потом ещё война во Вьетнаме. В общем, что-то надо с этим делать, потому что замечательный инженер, который собирает самый сложный в мире пазл, чтобы тот успешно доставил трёх человек с одного небесного тела на другой и обратно, делает, конечно, всё технически правильно, но, кроме этого, и само общество должно верить, что их деньги не просто выкидываются в космос, а вкладываются в нужные вещи. Для этого нужен хороший пиарщик, и правительственный агент Дипстейта, в лице Вуди Харльсона, находит такого в лице главной героини, Скарлетт Йоханссон. Работа у неё сразу не налаживается, как будто в Уотерфоль на проект пришёл скрам-евангелист, и привыкшие к секретности сотрудники НАСА не очень понимают, что вообще происходит и зачем это вообще надо, особенно бывший военный герой, а ныне руководитель проекта в лице красавчика Ченнинга Татума. Понятно, куда дело уклонится, да? Впрочем, и у самих инженеров дела идут не так хорошо, как хотелось бы, так что сверху, на всякий случай, приходит дополнительное распоряжение. На самом деле вообще не представляю, насколько история реальна. Как пишет Вики, сюжет фильма лепился из темы космической гонки, полёта на Луну и рекламы вокруг всего этого. Собственно, вокруг этого всего и крутится, и тут даже есть место для какой-то пост-иронии, особенно когда смотришь съёмки съёмок, у персонажей фильма есть двойники специально для рекламы, и такие интеллектуально тонкие моменты мне понравились. Получился интересный сценарий, в который вправлены и исторические факты, и любовные истории, и теория за гору. Там есть где посмеяться, где попереживать. А из сценария сделали толковое кино на 55-летие высадки Нила Армстронга на Луну. Да, у него нет такого драматизма и спецэффектов, как в иных космических фильмах, в том же Первом Человеке на Луне, Аполлон-13, скрытых фигурах, всяких интерстелларах и гравитациях, и так далее. Но зато есть хорошая картинка, пусть в некоторых ангарах чувствуется зелёный экран. Обаятельные и привлекательные актёры. Я после этого фильма вспомнил, что Йоханссон вообще-то умеет играть, а не просто симпатичная мордашка в трусах поверх штанов. И дух космического авантюризма, который мы начинаем терять. Не скажу, что этот фильм я готов пересматривать в День космонавтики, но думаю, что как-нибудь его пересмотрю. А если вы успеваете сходить со второй половинкой в кино, то это звучит как отличный план. Так что, фильм рекомендую.